Приветствую, дорогие друзья, на нашем канале, где мы с вами обсуждаем новости политики, экономики, новости фондового рынка. И сегодня у нас суббота, 14 октября. Пришло время подвести итоги всей прошедшей торговой недели. Неделя была богата на события. В частности, поговорим о курсе национальной валюты. Путин издал указ об обязательной продаже экспортерами валютной выручки. Как это поможет рублю укрепиться и надолго ли рубль будет укрепляться. Что будет происходить на фоне укрепления рубля с российским фондовым рынком. Поговорим с вами и о другом документе, обзор финансовых рисков от Центрального банка России. Здесь тоже есть интересные моменты и как это отразится через две недели на заседании Центрального банка в сторону повышения ключевой ставки. Или Центральный банк оставит ставку без изменений. Поговорим и о товарно-сырьевых рынках, в частности, о рынке нефти. Нефть почти стоит уже вновь 91 доллар. Надолго ли это? Конечно же, обсудим и драгоценные металлы. В частности, вчера произошел резкий взлет золота. Мы с вами видели, что золото выросло почти на 3,5%. Надолго ли и какие перспективы у драгоценного металла? Ну и куда мы, конечно же, без Америки? Здесь тоже есть важнейшие события. Какие перспективы у американского фондового рынка на ближайшее время? С вас по традиции. Лайк, подписка, пару слов, комментарии в поддержку канала. А мы начинаем. Итак, дорогие друзья, по традиции мы все наши обзоры начинаем с ситуации на фондовых рынках. Но прежде чем говорить о них, не забудьте подписаться на наш телеграм-канал, где завтра, в воскресенье, 15 октября, в 15 часов времени, по московскому времени, пройдет большой стрим именно в рамках телеграм-канала. Не через YouTube, как это было раньше, а именно через телеграм-канал. Времени будет не ограничено. Эфир пройдет именно в режиме вопрос-ответ, как это было и ранее. Но ссылочку на наш телеграм-канал вы можете найти в описании или в закрепленном комментарии, либо просто наведите свой смартфон на данный QR-код. Ну а мы начинаем. И начинаем с фондовых рынков. И стоит сказать, что ситуация на рынках сейчас неоднозначна. Если мы с вами смотрим на Азиатско-Тихоокеанский регион, то мы с вами видим, что китайские индексы продолжают находиться под давлением. Мы с вами на этой неделе получили данные по инфляции в Поднебесной. И данные на самом деле не радуют. Мы с вами видим, что экономика Китая, как ни пытается правительство данной страны разогнать ее, никак не может разогнаться. Конечно же, на фоне всего этого китайские индексы находятся под давлением. Ну а за счет этого теоретически должно находиться под давлением и товарно-сырьевые рынки. Но здесь немного другие факторы. И о нефти мы поговорим чуть-чуть попозже. Если мы с вами смотрим на американские индексы, и вначале мы начнем сегодня именно с рынка Соединенных Штатов Америки, то мы с вами видим, что американский фондовый рынок находится в таком некоем баковике. И здесь необходимо вам, дорогие друзья, показать вот эту вот картинку, где мы с вами видим, что премия риска по американскому фондовому рынку, десятилеток и рынка акций, они сравнялись. То есть сейчас инвесторы больше полагают, проще даже вложиться в их банды, чем вкладываться в американский фондовый рынок. Ситуацию немножко может изменить, конечно же, риторика Джерома Пауэлла 1 ноября, когда состоится заседание Федеральной резервной системы, как он будет действовать, что он именно будет говорить. Не думаю, что в текущей ситуации Джером Пауэлл пойдет на очередное повышение ставок. Хотя вот данные, которые мы получили позавчера, в четверг, по индексу потребительских цен, говорят нам о том, что инфляция на самом деле в Соединенных Штатах Америки продолжает медленно, но верно, все равно расти. Если мы с вами увидим от минимальных значений инфляции, когда было 3,2, то сейчас мы с вами видим, что основной индекс потребительских цен составляет 3,7, ожидания были 3,6%. Хотя на самом деле, если мы смотрим с вами базовый индекс потребительских цен, то здесь все пока что без изменений. Почему сейчас я ваше внимание больше обращаю именно на основной индекс потребительских цен? Просто-напросто базовый индекс потребительских цен не включает в себя ни цены на энергоносители, ни цены на продукты питания. Здесь пока что более или менее все хорошо, но мы с вами одновременно с этим смотрим на товарно-сырьевые рынки и видим, что цены на черное золото долгое время уже находятся на довольно-таки высоких значениях. А мы с вами знаем прекрасно, что в Соединенных Штатах Америки, раз цены на нефть находятся на высоких значениях, то, соответственно, если в несколько месяцев такое происходит, начинают расти цены и на топливо. А учитывая тот момент, что в Соединенных Штатах Америки очень широко развита сеть именно автодорог и доставка продуктов питания тех же самых происходит именно автотранспортом, соответственно, если растут цены на АЗС, то растут цены и конечные на продукты. Поэтому я лично считаю, что инфляция в Соединенных Штатах Америки в текущей ситуации будет потихонечку продолжать расти. Но вот 1 ноября Джером Пауэлл, скорее всего, возьмет еще очередной раз некую паузу, потому что ему будет необходимо посмотреть на данные по рынку труда США именно за октябрь месяц, посмотреть на инфляцию, да, как раз-таки за октябрь месяц. И уже на декабрьском заседании, когда он будет иметь полный пакет данных, скорее всего, еще на 25 базисных пунктов Джером Пауэлл ставку повысит. Заседание будет происходить уже в конце декабря, после того, как пройдет сезон отчетности, который у нас начался как раз-таки тоже в четверг. И, конечно же, когда закончится так называемое рождественское ралли. Мы все прекрасно знаем, что с середины ноября и примерно по 25 декабря в Соединенных Штатах Америки проходит так называемое Christmas ралли. Ну, вот вряд ли Джером Пауэлл захочет портить просто-напросто эту картинку. Но сейчас, конечно же, первые две недели сезона отчетности – это самые основные. Мы с вами видели, как вчера отчитались те же самые банки. Банки превысили прогнозы, которые они же сами и давали, которые ожидали игроки. Зачастую, если такая картинка происходит, то и весь сезон отчетности проходит довольно-таки неплохо. Если мы с вами вспомним тот же самый отчет за второй квартал 2023 года, то большинство компаний отчитались лучше ожиданий и дали довольно-таки неплохие прогнозы. Поэтому здесь внимательно будем следить за тем, как будет отчитываться именно американский фондовый рынок. Мы с ребятами из премиум-чата, конечно же, поучаствуем в некоторых спекуляциях. Но мы с вами стали говорить о рынке черного золота. И мы вчера с вами увидели в пятницу, что цены на нефть марки Brent превысили отметку в 90 долларов, закрылись на уровне 90 долларов 80 центов. Это довольно-таки неплохо, но мы все с вами прекрасно понимаем и смотрим на фундаментальные данные. Мы с вами видим, что экономика Китая сейчас замедляется. И, по крайней мере, она не имеет того темпа роста, который прогнозировали многие аналитики. Соответственно, мы можем прогнозировать и тот момент, что и потребление того же самого черного золота будет уменьшаться. Мы на этой неделе с вами увидели и отчеты того же самого Министерства Международного энергетического агентства и того же самого ОПЕК. В принципе, да, там есть небольшие разногласия. Мы разбирать полностью эти отчеты не будем. Это все я публикую в нашем открытом телеграм-канале с некоторыми своими пояснениями. Поэтому можете зайти, подписаться и все эти моменты прочитать. Но вот что здесь мы с вами пока что в текущий момент видим. Да, конечно же, геополитический кризис, который сейчас разворачивается на Ближнем Востоке, довольно-таки серьезно влияет на товарно-сырьевые рынки. В частности, на рынок нефти, на рынок того же самого золота. И, конечно же, вчера в преддверии выходных, и когда все ожидают начала наземной операции против сектора газа со стороны Израиля. И здесь момент такой, мы это в отдельном видео будем обсуждать, скорее всего, завтра. Как поведут себя другие мусульманские страны, в частности Иран, как поведет себя Катар. Там Евросоюз уже предлагает ввести санкции против Катара и отказаться от катарского газа. Хотя я не представляю, как это будет выражаться и где они будут брать газ. Но европейцы сейчас, как думают, у них их газовые хранилища заполнены больше, чем на 97,5%. Они говорят, зиму переживем, а там дальше уже и разберемся. Как говорится, после меня хоть трава не расти. Но здесь ситуация складывается уже и таким образом, что мы с вами видим из отчета и ОПЕК, и того же самого Международного энергетического агентства, что странами ОПЕК добывалось, на ОПЕК приходится добыча нефти 30,8 миллионов баррелей в сутки. А в сентябре, если мы смотрим из данных отчета, здесь просто по цифрам мы видим, что спрос сейчас составляет 3,8%, а добыча теми же самыми странами ОПЕК составляет 27,8%. То есть дефицит на текущий момент пока что составляет 3 миллионов баррелей в сутки. И вот здесь, если ситуация на Ближнем Востоке заденет все-таки Иран и Азмунский пролив, вот тогда, конечно же, цены на нефть могут достичь отметки и 100, и 105 долларов за нефть марки Brent. Но опять-таки я считаю, что это краткосрочное явление, и в конце концов Соединенные Штаты Америки, мы видели и из отчетов Минэнерго США, что у них наращивается добыча, они попытаются этому как-то противодействовать. Для Российской же Федерации это довольно-таки позитивный момент, даже можно сказать очень позитивный момент. Мы с вами на протяжении всего 2023 года очень много раз обсуждали, что нефтегазовые доходы в Российской Федерации, они падают. Но вот за последние несколько месяцев, и мы это с вами прогнозировали еще и в апреле, и в мае, и в июне месяце, что во втором полугодии 2023 года цены на нефть пойдут в рост. Здесь Российской Федерации, я думаю, что очень даже причем и причастна кризису на Ближнем Востоке. Кто бы мне что ни говорил, можете закидать меня гневными комментариями, но я думаю, что здесь без Российской Федерации не обошлось. Но коли мы переходим к Российской Федерации, вначале пару слов скажем все-таки о наших индексах. И здесь мы с вами видим, что российский фондовый рынок, несмотря ни на что, показывает пока что неплохое движение наверх. Индекс московской биржи вплотную подошел вновь к отметке в 3200 пунктов. И скорее всего, в текущей ситуации все-таки рост российского фондового рынка на текущий момент будет ограничен. Преодолеть вот эти хаи, локальные хаи 3300 пунктов российскому фондовому рынку в текущей ситуации будет довольно-таки проблематично. Даже несмотря на высокие цены на черное золото, мы с вами прекрасно понимаем, что весь вот этот рост до 3200 пунктов по индексу московской биржи был вновь обусловлен, конечно же, девальвацией курса национальной валюты. Но на этой неделе, когда в понедельник курс доллара в моменте достигал там выше 102 рублей, конечно же, в очередной раз там Всевышний Мир и всего, да, схватились в очередной раз за голову и сказали, что нет, конечно же, выше 100 рублей это уже курс недопустимый. Девальвация, девальвация, доходы бюджета это доходы бюджета, но все-таки 100 рублей выше за один американский доллар в текущей ситуации не нужны. И у нас в очередной раз вышел президент Российской Федерации, который сказал экспортерам в обязательном порядке продавать свою валютную выручку. Мы с вами уже это с вами проходили 14, ну, по-моему, 14 или 15 августа текущего года, когда тот же самый Путин и Центральный Банк Российской Федерации на протяжении двух недель августа, когда происходила бешеная девальвация рубля и падение нашей национальной валюты достигало почти 10% в моменте, они вышли и сказали, не-не-не, этого не нужно делать. Тогда пришла Эльвира Набиулина к Путину, они посидели, посовещались. Эльвира Набиулина сказала, не надо никаких указов, мы просто поговорим с экспортерами. Тогда, вспоминайте, было экстренное заседание Центрального Банка, когда на 3,5% резко повышали ставку, и Путин так пальчиком сказал, ай-яй-яй, экспортеры, продавайте свою валютную выручку. И вроде бы, казалось бы, все наладилось. Тогда курс рубля укрепился до 93 рублей, и все в очередной раз успокоились. Мы на нашем канале уже тогда говорили, что это все временно, и это лишь словесные интервенции. То есть, у нас в России, как говорится, без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. И в очередной раз мы это с вами увидели. Мы видим с вами, каждый месяц получаем данные по бюджету, и видим, что из месяца в месяц расходы Российской Федерации продолжают расти. И все прекрасно понимаете, на что идут расходы. Конечно же, не на то, что нужно идут, но суть не в этом. И Путин принимает решение здесь на полгода ограничить, да, вот такую девальвацию рубля. Именно на полгода. Этот указ имеет временный эффект. И посчитайте, да, на какой срок идет этот указ. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. То есть, 16 октября у нас начинает действие этого указа. А все вы прекрасно знаете, что будет происходить в марте месяце следующего 2024 года. Совпадение или нет, я не знаю, хотя в совпадение последнее время не привык верить. Но давайте с вами все-таки разберемся, что это у нас за указ. Ну, во-первых, да, мы сказали, что это временный. Второй момент. Коснется это не всех экспортеров. Потому что у нас есть различного рода экспортеры, которые имеют прозрачную бухгалтерию. Они не такие большие. И, конечно же, вот их это особо сильно касаться не будет. Коснется это 43 групп компаний. Ну, 43 компаний, где будет введена даже, наверное, дополнительная должность. Я не знаю, как это будет представлено. Где будут уполномочены от миномониторинга. И они будут как раз-таки с ними необходимо будет согласовывать компаниям-экспортерам, сколько выручки покупать, сколько выручки продавать. Все это вроде бы звучит красиво. И на этих новостях рубль у нас начал потихонечку укрепляться. Но укреплялся он на самом деле-то и немного, да. То есть, ну, уже в понедельник вечером и во вторник утром курс обратно там стабилизировался в район 101 рублей. После указа мы вот видели, да, что 97,5-98. Вот закрылись мы на уровне 97,24. Особо сильного эффекта это не возымело. Да, на самом деле действие указа начнется только с понедельника. Но давайте здесь с вами будем все-таки разбираться более подробно. Уже, если мы смотрим на другой документ, который выходил, если не ошибаюсь, во вторник. Это обзор финансовых рисков от Центрального банка России. Где мы с вами видим, что экспортеры в сентябре месяце и так продавали 72% своей валютной выручки. Что гласит нам указ? Они должны в России продавать, возить точнее 80% своей валютной выручки, из них 90% продавать. Ну, то есть, они и так это делали, просто-напросто возили свою валютную выручку. Ну, даже если до 90, но на 18% они увеличат свои продажи. Если мы с вами смотрим просто по цифрам, да, и смотрим, что в июле месяце они продавали 67% валютной выручки. За сентябрь месяц они продали 72% валютной выручки. Не особо сильно мы укрепление рубля на этом не заметили. То есть, даже если экспортеры будут продавать 100% своей валютной выручки, курс, который даже нам говорит тот же самый Герман Греф, пытается нам вот здесь ездить по ушам, 85-90% мы, ой, 85-90 рублей, мы вряд ли это увидим. Потому что тогда просто-напросто не срастется бюджет. Конечно же, это просто-напросто невыгодно. Поэтому, да, небольшое укрепление произойдет, может быть, даже достигнем уровня 93-95. Но здесь, дорогие друзья, я хочу вам сказать и следующий момент. Скорее всего, это действие на упреждение. Первонаперво, этот указ делается для того, чтобы курс убрать волатильность, да, в курсе национальной валюты, чтобы он становился более прогнозируемым. Но мы с вами видим, что и экспорт у нас все равно продолжает, из обзора по финансовым рискам, все равно продолжает снижаться. Расходы продолжают расти. Соответственно, раз расходы растут, денег-то откуда-то надо брать. Указ нацелен на то, чтобы сбить спесь тех же самых паникеров, да, убрать некоторых валютных спекулянтов. Но на самом деле я не думаю, чтобы это особо сильно помогло. У нас в конце ноября месяца начинаются авансовые платежи. То есть необходимо будет проплатить авансом за следующие платежи, за следующий 2024 год. Если вы посмотрите отчеты по расходам за декабрь 2022 года, там не в разы, там на порядок выросли расходы того же самого бюджета. А откуда брать деньги, да, где деньги Зин, как в свое время сказал тот же самый Путин. Соответственно, девальвация рубля произойдет. Просто если девальвация рубля будет происходить с уровней 93-95 рублей, да, теоретически, но мой прогноз, который я ставлю на конец года, 105-110 рублей, конечно же, будет достигнут. Если бы сейчас этого указа не было бы, то что бы происходило? Курс уже был 102-100 и мог достигнуть отметки 100-105. И оттуда уже в декабре месяце вновь девальвироваться. Ну, а там сами прекрасно понимаете, что отметка 120 рублей, ну, это вряд ли, да, понравилось бы населению. Еще раз говорю, я хочу обратить ваше внимание на сроки действия данного указа. Он действует до марта месяца. То есть политическая программа нашего президента всегда предвыборная строилась на как раз-таки на пенсиях, на простых гражданах. Ну, и сами понимаете, что за него бы проголосовало намного меньше людей, если бы курс доллара стоил 120 рублей. Там дальше дальнейшее движение, которое мы можем предположить. 27 октября происходит заседание Центрального банка Российской Федерации. Соответственно, там Эльвира Сахибзадовна Набиулина ставку будет поднимать. И это тоже немножко поддержит курс национальной валюты. То есть ставка составит еще на 1% выше. Я лично думаю, что и на декабрьском заседании еще на 1% они ставку будут поднимать. Потому что в текущей ситуации, когда инфляция достигает верхних значений, прогнозируемых Центральным банком, а напомню, на этой неделе мы получили данные по инфляции не только в США, но и в Российской Федерации, она уже составляет 6%. Эльвири Сахибзадовна Набиулина, как воздух сейчас в текущей ситуации, необходимо заставить население перейти от модели потребления к модели накопления. Но лично я считаю, что опять-таки повышение ключевой ставки в текущей ситуации будет иметь лишь временный эффект. У нас впереди новогодние праздники, и мы все прекрасно знаем, что в этот период доселение Российской Федерации отдаст последнюю рубашку, лишь бы потратить эти деньги на подарки. Соответственно, потребление будет продолжаться, и кредиты будут выдаваться. Но в текущей ситуации мы смотрим с вами на отчет того же самого Сбербанка, и потихонечку будем переходить уже к корпоративным новостям. Что отмечает Сбербанк? Сбербанк отмечает следующее, что доля кредитования в Российской Федерации начинает просто-напросто снижаться. Соответственно, кредитов берут меньше, но необходимо к банкам как-то зарабатывать. Отчет-то действительно у Сбербанка был очень и очень хороший, но в текущей ситуации депозитные ставки у них пока крайне и крайне низкие. Поэтому, что необходимо сделать, будет подниматься ставка по депозитам. Таким образом, более или менее, все-таки население будет вкладываться в банковские депозиты. Но здесь еще одна есть опасность, про которую необходимо иметь понимание. Раз банковские депозиты будут расти, будут достигать примерно ставки 12% годовых по депозитам в банке, то, соответственно, что будет происходить? Люди с фондового рынка просто побегут уже вкладывать на банковские депозиты. И здесь это несет среднесрочную опасность для российского фондового рынка. Зачем нести деньги на фондовый рынок, где большие риски, где дивидендная доходность по многим сейчас бумагам уже меньше 10%. Да, есть отдельные бумаги, в частности, тот же самый Сбербанк примерно заплатит 13-14% дивидендами. Но это в следующем мае месяце тот же самый Лукойл больше 10%. Мы в прошлом видеообзоре с вами обсуждали, какие бумаги сейчас имеет смысл приобретать. Но большая часть бумаг по российскому фондовому рынку в текущий момент несет меньшую дивидендную доходность для населения, чем положить деньги на депозит. Соответственно, может произойти следующая ситуация, что деньги просто-напросто будут перетекать из фондового рынка на банковские депозиты. И еще, возвращаясь к прошлой теме про курс национальной валюты, стоит отметить, и это тоже отмечено в обзоре финансовых рынков, чуть не забыл это вам сказать, что Банк России отмечает, что происходит резкая продажа российских бумаг, то есть нерезидентами из дружественных юрисдикций. Это, конечно же, тоже влияет на курс национальной валюты. Каким образом, вкратце поясню, когда они продают наши бумаги, и Центральный Банк это отмечает, происходит резкая скупка валюты нерезидентами дружественных стран. То есть они продали свои акции российские, которые в этом году показали очень хороший рост. Но им наши рубли без надобности, без разницы где. Соответственно, им нужно купить валюту. Они на эти рубли покупают валюту, а так как валюты у нас в Российской Федерации не так много, в последнее время. Соответственно, курс рубля идет на снижение, и Центральному Банку не остается ничего иного, как в текущей ситуации просто-напросто печатать денежные средства. Ну и пару все-таки слов о корпоративных новостях. На этой неделе их довольно-таки много. Вкратце, я уже сказал, это отчет Сбербанка. Отчет Сбербанка оправдал ожидания, даже вышел в некоторых позициях лучше. Они подтвердили свой прогноз на прибыль за 2023 год. Здесь у нас ничего не изменилось. Но также у нас есть новости от компании Магнит, которые с ребятами в премиум чате мы брали уже очень давно. Я в нашем открытом телеграм-канале опубликую в очередной раз табличку с активами, которые у нас имеются. Мы частично фиксировали прибыль, но в позициях оставались. Поэтому портфели наши чувствуют превосходно. Может быть даже в это видео ее и опубликую вот здесь вот на этом месте. Если не забуду, потому что видео довольно-таки длинное, чтобы найти. Второй момент, который Магнит, да, объявляет у нас buyback. На этой неделе стало известно, что и один из крупнейших банков Российской Федерации, я говорю про Тиньков, 21 ноября проведет совет директоров по тому, чтобы выкупить свои акции. И на фоне всего этого, конечно же, мы с вами увидели, что акции Тинькова пошли в хороший рост. Я много раз говорил, что на фоне того же самого Сбербанка, Банка Санкт-Петербурга, Банка ВТБ, Тиньков в 2023 году выглядел отстающим. Если мы с вами просмотрим, да, процентные соотношения, насколько акции выросли, там кто-то на 100%, кто-то на 140%, кто-то на больше, почти на 200%, учитывая дивиденды вырос, то Тиньков показывал довольно-таки скромные результаты. Там рост составлял порядка 43-45%. То вот сейчас, если будет объявлен buyback, и мы в перспективе знаем то, что Тиньков, скорее всего, переедет в дружественную юрисдикцию Российской Федерации, то на фоне всего этого Банк Тиньков сейчас лично, на мой взгляд, смотрится недооцененным. Есть еще приятная новость. У меня этой бумажки нету в Артели, к сожалению, или бы, к счастью, в свое время не купил. Ну, а потом покупать эту бумагу было дорого. Это инарктика, которая занимается у нас рыбой, показала тоже очень хороший рост. Здесь корпоративные новости вышли о том, что данная компания будет входить в первый эшелон, ну и, соответственно, фонды будут этой компанией закупаться. Ну и, наверное, самое ожидаемое событие вчерашнего уже дня пятницы, когда все игроки ждали, когда же начнутся торги Астры. Компания на самом деле перспективная. Мы с ребятами в премиум-чате эту компанию задавали вопрос. Я ребятам, кто хотел участвовать в IPO, даже посоветовал в этом IPO поучаствовать. Лично я, так как занимался именно офлайн-бизнесом и не так много уделял последние 2-3 недели тренировками, да, я об этом говорил в прошлом видеообзоре, не так много уделял внимания фондовому рынку, я не стал рисковать и данная моя IPO не участвовала. Вчера IPO показала рост плюс 40%, в моменте там бумаги достигали уровня 460. Почему я советую данную бумагу, если вы инвестор, да, и рассматриваете именно долгосрочные перспективы данную компанию иметь, да просто-напросто у нас сейчас IT-компаний не так много, а учитывая то, что основным заказчиком у Astra является именно госорганы, госучреждения, то мы сами прекрасно понимаем, в текущей ситуации, конечно же, у компании дела будут идти неплохо. Покупать сейчас я, конечно же, бы не советовал, подождал бы коррекции, и уже потом просто-напросто к себе в портфель, именно в инвестиционный, долгосрочный, данную компанию брал, так же, как в свое время мы брали тот же самый Positive Technologies. Ну вот такой у нас видеообзор сегодня с вами, дорогие друзья, получился. Надеюсь, он вам понравился. Где-то он был немножко эмоциональный. Может, не все события я сейчас охватил. Специально не охватило события геополитические, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, потому что это тема отдельного видеообзора и заслуживает отдельного разбора. Скорее всего, завтра мы выпустим данный видеообзор, он будет такой геополитический, и, конечно же, поговорим завтра о событиях предстоящей новой торговой недели. Там тоже есть моменты, на которые обязательно стоит обращать внимание. Так называемая рубрика «Наши ежедневник инвесторов». Напомню, завтра в 15 часов 00 по московскому времени в нашем открытом телеграм-канале, на который вы можете подписаться, наведя свой смартфон на данный QR-код или по первой ссылке в описании и в закрепленном комментарии, пройдет большой стрим, где вы мне в прямом эфире сможете задавать все свои вопросы касаемо фондового рынка, касаемо, может быть, даже затронем и геополитическую часть, как я текущую ситуацию вижу. Поэтому не забудьте подписывать на наш канал и в 15.00 завтра по московскому времени мы стартуем. Учитывая новости, которые появились на этой неделе, что YouTube очередной раз хотят прикрыть, советую подписаться на наши сторонние ресурсы. Это ВКонтакте, это Яндекс.Зен, где теперь тоже будем дублировать наши видеообзоры, набирать там теперь тоже необходимо аудиторию. Чтобы не потеряться, обязательно подписывайтесь и на них. Ну а все основные новости и какие-то объявления всегда пишутся в нашем открытом телеграм-канале, где завтра пройдет прямой эфир. Наведите свой смартфон на данный QR-код или по первой ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Я же с вами прощаюсь. Желаю вам хороших выходных. Отдохните. Неделя была непростая. Хорошо поработали. Хорошо необходимо и отдыхать. Тот, кто не умеет хорошо отдыхать, хорошо никогда и не зарабатывает. Я же прощаюсь. Пока. Продолжение следует...